Мне бы не хотелось, чтобы её проблемы казались для кого-то типичными. Всем привет, это KK. Старшая школа — это прекрасное время, и мне очень даже нравится аниме про старшеклассниц, в частности в жанре повседневность. Каждый из нас взрослеет по-разному, и героини данного тайтла хотят, чтобы их жизнь в старшей школе была наполнена романтикой, как и во многих других произведениях. Участницы литературного клуба на своих собраниях изучают весьма специфические произведения, наполненные описаниями эротических сцен. Но сами девушки совершенно не имеют романтического опыта, хотя в старшей школе всё меняется. Графон здесь хорош, очень приятная стилизация с пастельными цветами, что придает атмосфере невинности и неопытности. Отцы также отлично подходят данному тайтлу — лёгкие и ненавязчивые. Это простая история о взрослении, неловких моментах юности и приобретении нового опыта. Девушки получились достаточно живыми, каждая со своими проблемами, достаточно типичными для подросткового возраста. Кроме одной, у одной не очень типичные проблемы. Мне бы не хотелось, чтобы её проблемы казались для кого-то типичными. Но именно такими простыми героинями и ситуациями это аниме и цепляет. Несмотря на небольшую драму, хотя, наверное, в подростковом возрасте она кажется не такой уж и небольшой, это аниме вполне себе ламповое и уютное. Кроме всей этой подростковой драмы, здесь есть и забавные моменты, которые неплохо разряжают атмосферу. И, конечно же, очень интересно наблюдать за развитием главных героинь, за развитием их отношений, как с противоположным полом, так и друг с другом. Да, местами это аниме кажется неловким, даже, наверное, кринжовым, но это именно та неловкость, которая бывает именно в этом возрасте. И в целом вся атмосфера старшей школы, как мне кажется, передана очень хорошо. Это глупо, но весело. Одноклассницы Нозаму, Аканы и Сеори кажутся совсем разными, но они являются лучшими подругами. Нозаму беззаботная и глупая, Аканы отакуи фанатка Иоя, Сеори очень умная, но безэмоциональная. И, кроме них, в классе много других странных учениц, за школьной жизнью которых нам и предстоит наблюдать. Графон в целом нормальный, типичный для комедийного слайса. Оста хороши, в опенинг и отличный видеоряд, мне кажется, он должен был стать более мемным. Он вполне выполним в реальной жизни, и сама песня достаточно заедает в голове, хотя не имеет смысла, что, в принципе, отлично подходит данному тайтлу. Это легкая забавная комедия, где у каждой героини гиперболизирована какая-то одна черта, что отличает ее от других. И чаще всего, конечно, именно это становится основой для комедийных ситуаций. Если вам понравились, например, развлекательные развлечения, то вам зайдет и этот тайтл. Хотя, как мне кажется, он более лайтовый, здесь не так много шуток ниже пояса, и в целом он, наверное, более повседневный, чем комедийный. Больше, наверное, похож на будни старшеклассников. Подготовка к лету, в летнем сезоне, мне такая мотивация нужна была чуть раньше. Хибики Сакура очень любит поесть, из-за чего набирает вес. Так как диета не вариант, она отправляется в спортзал, где встречает президента студсовета своей школы, Акеми Сорюин, которая оказывается помешанной на мышцах. Под наставничеством тренера Матчо они проходят через интенсивные тренировки, чтобы привести свои тела в отличную форму. Графон неплох, особенно для легкого слайса. В целом, все стандартно. Косячные и упрощенные общие планы и нормальные крупные. Остые, легкие и живые, что отлично подходит данному тайтлу. На удивление, мне зашло данное аниме. Оно забавное, иногда абсурдное, но в целом, очень даже информативное. Здесь есть действительно хорошие советы для тренировок, пусть многие из них достаточно широко известны, но, например, для меня было несколько новых моментов. Также здесь не обошлось без фансервиса. Девочки в спортивных костюмах и мышцы. Очень много мышц. Героини приятные, хотя сложно сказать, что у них какие-то есть супер отличительные черты, кроме, наверное, Хибики, которая любит поесть, Акеми с ее фетишем на мышцы и Мачо, который постоянно демонстрирует свои бицепсы. И, наверное, Мачо – это самый запоминающийся и даже загадочный персонаж во всей этой истории. Но, несмотря на все это и несмотря на то, что это слайс, тайтл было достаточно интересно смотреть. Как раз, наверное, из-за этой информативной части. Вот такие мои мысли по поводу данных тайтлов в летнем сезоне. И, как всегда, всем спасибо за просмотр. Увидимся в моем следующем видео. Пока-пока!